Чебурашка очень хотел иметь друзей. Он, короче, конкретно комплексовал, потому что он неизвестно что с большими ушами, найденная на помойке в апельсинах. Он очень сильно переживал на эту тему, и ему очень остро нужен был социальный капитал. Ему нужно было понять, что его любят другие люди, и у него могут быть друзья. И он нашел самый простой и правильный способ. Так как он был еще и бомж, помимо всего прочего, он вместе с парой друзей решил построить домик дружбы и заодно там еще в нычку жить. Пока он строил этот домик, все передружились. И решили, что домик-то в принципе говняненький, и пусть Чебурашка в нем живет сам, но социальный капитал уже был достигнут. Краткая версия детской сказки. Потребителю вообще, например, в социальных сетях, ваша страница, ну или ваше сообщество, нафиг не нужно, если в нем нельзя дружить. Не с ним дружить, а в нем дружить. Если внутри этого сообщества нельзя общаться, если это односторонний фидер, по которому просто пробрасывается информация, пусть даже самая прикольная, такое сообщество никому не нужно. Потому что миллион есть источников, миллиард вокруг меня, которые в меня швыряются, эта информация, я ее не хочу, а они в меня и швыряются. Понимаете, о чем я говорю? Если внутри этого сообщества нельзя с кем-то признакомиться, приобщаться, выпендриться, анекдот рассказать, выпендриться там внутри, показать, какой я клевый, или чтобы все остальные сказали, да, ты клевый, и у меня чувство собственной важности, ЧСВ сокращенно, растет, то такая коммуникация, такое сообщество, такая страничка никому не нужна. Понимаете, к чему это все ведет? Это ведет к групповой динамике, это ведет к необходимости не контентом только заниматься, не охватом заниматься, а заниматься вовлечением людей в диалоги, провоцированием их на дружбу, на развиртуализации, на обязательные, на вместе куда-то сходить, на чего-то посмотреть.